Итак, у нас сегодня довольно серьезная тема, это важная тема, мы попробуем по-быстрому пробежать, хотя она не очень, не очень, тема не очень простая. Мы это могли заметить по последнему домашнему заданию, потому что мне 83 человека попросили отодвинуть дедлайн, 83 человека, или около того, или 63, ну в общем не важно, много людей попросило. Значит, сегодня у нас довольно серьезная тема, которая называется списочно слоты, дескрипторы, декораторы. Все это, о чем мы сейчас будем говорить, как было уже сказано еще, когда мы начали говорить про объектную модель, все это не является необходимым свойством языка программирования. Это такие модные тенденции написания программ, которые по некоторым причинам хочется авторам языка засунуть в синтаксис. Ну вот этот самый синтаксис мы с вами и будем изучать. Вот. Я думаю, что мы сейчас поймем, почему эти приемы программирования настолько хороши, чем они настолько привлекательны, что их втаскивают в синтаксис языков. Вот. И начнем мы с декораторов. Значит, декоратор. Декоратор это такая штука. Представьте себе, что у нас есть какая-то функция. Вот. Предположим, что у нас есть какая-то функция, которая что-то делает. Не важно что. Ну, не знаю. Арк г. Умножить на 2 плюс 1. Классика. Классика нашего безобразия. Вот. Эта функция делает неважно что, но мы хотим внезапно снабдить ее некоторой отладочной обмазкой, чтобы, значит, например, она выводила при вызове, каждый раз выводила куда-нибудь в одноотладочный вывод, ну, скажем, какие у этой функции параметры. Просто какие-то параметры. Или какое возвращаемое значение. Неважно. Как-то. Что мы можем сделать? Мы можем написать новую функцию, которая вызовет эту функцию. Что-то такое. Которая вызовет эту функцию. Допустим, print этот самый arc. Ну, давайте ради прикола сделаем вот так вот. Да? 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 Чтобы можно было с произвольным количеством позиционных параметров. Вот. Дальше. Return. Return. А, и тут функцию еще написано. А, нет, почему? Fun. Fun. Вот. Звездочка arcs. Вот. Теперь мы можем вместо fun вызывать debug fun. Вот. И получить вот эту отладочную выдачную экран. Предположим, что эта функция у нас в тысячи мест в нашем коде встречается. Тут мы понимаем, что как-то поиск замены по коду, это такая, ну, в общем, не очень интересная задача. Хочется как-то удобнее все это сделать. Вот. Ну, окей, давайте сделаем так. Мы же можем что сделать? Мы можем написать... Что? В каком заколовке? Ну, если сделать, это fun, ту функцию, которая оставная, а fun уже, которая оставная. Ну, я же говорю, значит, либо мы залезаем в ту библиотеку, где лежит функция fun, и ее там переименовываем прямо там, в библиотеке. Либо мы, значит, обмазываем эту функцию, переименовываем ее поиском с заменой там, где хотим. И то, и другое, ну, такое себе. Нет, понятно, в библиотеке, то есть, вот здесь вот, редактировать код функции, это понятно. Вопрос в том, чем мы ее обмазываем. Да? Вот, вот тут мы обмазали отладкой, скажем, вот такой. Значит, мы что можем сделать? Мы можем сделать генератор такой, который сгенерирует нашу новую функцию, sub. То есть, написать функционал, вот, строго в стиле, в котором мы уже это делали, написать что-то такое, да, такой обмазыватель, да, значит, dev new phone от args, да, значит, дальше вот эту всю фигню. Сейчас, да, return fun от args, обмазали, возвратили эту новую обмазанную функцию, и теперь мы можем, не думая вот про это, да, теперь этот обмазыватель стал универсальным, мы можем написать что? Мы можем сказать, что new равняется debug foo, deb, да, deb, да, deb я сказал, foo от чего? От fun, да, и вызывать эту, это, то есть, изготовить функцию, обмазанную функцию с помощью специального обмазывателя, который будет вот так работать. Чем это лучше? Тем, что мы универсализировали, да, мы не должны знать внутри вот этого deb fun, не должны знать, как называется функция. Мы ее туда передали, да, но нам пришлось написать функционал, ну, то есть, вот, некий конструктор функции. Таким образом, мы можем обмазывать эту самую функцию чем угодно. Единственное, с чем мы не справились, это с тем фактом, что наша обмазанная функция называется не fun, а new. Нет, мы, конечно, можем сделать вот так. Кто же нам помешает? Поскольку вот эта функция fun там останется в пространстве имен, будет вызываться очень хорошо, просто в нашем пространстве именен вместо fun теперь приезжает вот этот сконструированный new. Вот, пожалуйста, значит, функция fun, обмазанная deb foo, вот, вот. Вот, что здесь нас может продолжать смущать, да, теперь нам не нужно по всему коду проходиться и сделать замену, мы просто вот эту замену сделали один раз с помощью питона, у которого пространство именодинамическое. Что нас в этом может смущать? Что между вот этим вызовом и вот этим существует некоторый зазор, внутри которого функция fun все еще та функция, да, вот пока мы не, вот это связывание не произвели. Ну и в то, что это нужно руками писать. Вот, ну так вот, вот эта конструкция, обмазыватель плюс вот такое присваивание, не атомарная, но это абсолютно аналогично следующей конструкции. Сначала происходит изготовление новой функции, а потом происходит перебрасывание имени туда. И это не очень хорошо. Есть некоторый промежуток времени, когда имя fun связывает вот эту функцию, а есть некоторый промежуток времени, когда имя fun начинает связывать уже обмазанную функцию, вот эту, вот эту. Имеется в виду промежуток времени внутри выполнения вот этой строки? Имеется в виду промежуток времени по часам. Ну, он, да, наверное, внутри выполнения этой команды, да. Не важно. Важно то, что некоторое время ваше функ... Нет, на самом деле, конечно, нет. Все то время, пока мы эту строку не выполним, имя fun будет связывать вот эту функцию. Вы не правы. Все то время, с момента задания функции fun до момента вот этого переприсваивания, fun означает вот это, а с момента этого переприсваивания fun означает вот это. Мы хотим, чтобы мы с вами же... Да. А мы хотим, чтобы эта операция была атомарной. Поэтому вся та же самая операция, только превращенная в атомарность, вот, значит, выглядит до смешного просто в силу, в силу того, что мы, не мы, а Гвида, в питом включили, включил синтаксис. Да, спасибо, Игорь. Я буду повторять вопросы, которые задают в аудитории, как минимум в тот момент, когда я их понял, потому что я не сразу понял вопрос. Буду повторять. Так вот, значит, ну и к тому же, мне кажется, что мой ответ и есть ответ на этот вопрос, что вот то, что я сейчас написал, это полный аналог того, что мы написали до этого руками. Смотрите. За одним исключением, что вот эта операция все-таки синтаксически атомарно не существует такого момента, в течение которого кто-то может воспользоваться функцией fun, не обернутой нашим декоратором. Вот, собственно, и все. Смысл декоратора именно в этом. И он представляет собой очень обширный, развесистый шаблон программирования, который часто используется там, где городить, например, все вот это наследование. Наследование же тоже про то же самое, да, про обмазывание уже имеющегося кода какими-то дополнительными штуками. Да, оградить все это наследование просто не надо. Довольно типичный пример это всевозможные веб-фреймворки, где, например, так навешиваются на конкретную функциональность. Та же функциональность, но с авторизацией. Та же функциональность, но с двухфакторной авторизацией. Та же функциональность, но с двухфакторной авторизацией и выяснение класса пользователя, что он принадлежит тому-то. Все это как декораторы выглядят в том же джанге, например. Вот, да, а вот Станислав подсказывает, что вообще-то декоратор это классический дизайн-паттерн, разработанный еще бандой четырех, поэтому неудивительно, что он часто приезжает в языки программирования. Вот. Значит, ну вот тут народ говорит, что и в TypeScript такого много. Ну, в общем, вот. Вот этот декоратор, он же навешивается только на определение функции, да, то есть если она из другого файла функция приехала, то мы на нее навесить декоратор не сможем. Да, 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 это важно, да, то есть, ну то есть нет, мы его можем навесить всегда вот именно вот таким способом, никто не мешает. Но синтаксически речь идет именно о том, тут еще второй смысл декораторов, почему они так оживучи, почему их используют, что здесь вы прямо коммуницируете вашему читателю, что вот этот код, который мы видим и который мы читаем функции, в действительности модифицирован декоратором, да, то есть, помните, это как вот ощущение схожее с генератор функциями. Есть в этом самом, в коде yield, значит, вся функция работает по-другому. Она возвращает не то, что там написано, а сначала возвращает этот самый итератор, который будет возвращать то, что там написано, генератор. Ну, вот так и здесь, да, вот этим задекорировать нашу функцию вот этой штукой, это в первую очередь сообщение читателю этого кода, что вот в данном, ну, в том числе, что вот вам функциональность, но она еще обернута вот в это, вот. Это с точки зрения коммуникации, да, с точки зрения функциональности, понятно, да, мы написали где-то функцию где-то и сможем с ее помощью оборачивать кого угодно, да. Идея как раз в том, что оборачивать любую функцию. Такие дела? Да, вот. Ну да, если что-то определенное на стороне, то придется вот этим методом воспользоваться, он ничем не хуже. Он хуже только вот не от намарности. Вот. Что можно сказать еще про декораторы? Ну, например, что поскольку запись вида декоратор, определение функции, можно трактовать как в некотором невидимом пространстве определение функции, определение функции, а потом обработку ее вот этим декоратором. И нужно так трактовать, что на самом деле мы вызываем функцию под названием депфу, которая является функционалом, то бишь, обрабатывает функцию под названием фун и возвращает новую функцию, в которой подсовывает старое название. Да? То есть вот мы просто вызываем такую функцию. Поэтому запись вида там, не знаю, не должна никого смущать, потому что это всего лишь мы вызываем функцию, которую передаем результат вот этой штуки, а результат в этой штуке это тоже вызов функции. Вот. Просто два декоратора навешаны на одну, на один вызов. Давайте, кстати, посмотрим, как оно работает, мне самому интересно. Ну, все правильно, так и работает. Вот. Ничего, ничего. Просто, просто способ записать вот это, вот такой. Да? Они там в столбик, в столбик перечисляются. В общем, как я уже сказал, мы упираемся в такие куски синтаксиса, которые нам кажутся, ну, остроумными, но не вполне понятными, как вот для решения, не знаю, там, задачек по практику мы их использовать. Ну, это не означает, что в реал-лайфе они не используются. Тот факт, что их еще банда четырех, то есть Гради Буч со товарищей придумали, означает, что на самом деле это такой очень типичный, типичный шамблон программирования. Ну, это. Значит, декораторы, как мы только что с вами посмотрели, это такие конструкторы функций. Да, вот декоратор, он создает функцию. Для того, чтобы нам окончательно потеряться в дурной бесконечности, нам еще нужны конструкторы декораторов. Ну, такие декораторы, которые производят декораторы, которые производят функцию. И они есть в питоне, потому что на самом деле, правда, они воспринимаются немножко по-другому, они воспринимаются как париметрические декораторы. Допустим, мы хотим написать декоратор, который не просто выводит там значение функции, а, например, выводит n раз, вызывает нашу функцию n раз. А n у нас меняется, n это параметр. Что мы должны сделать? Декоратор, который n раз выводит, n раз вызывает функцию и возвращает там, допустим, списочек. Ну, давайте чесать реку. Этот декоратор зависит от n. Если бы n было глобальной переменной, мы бы тогда написали самый обычный декоратор, вот, дев, дек, n, в котором бы мы ему передавали функцию, а здесь бы написали for, ну и даже так, return, нет. Что нам нужно в функцию? Нам нужно, чтобы эта функция возвращалась в списочек вместо одного значения. Тогда, дев, n, uv, да, args, return, списочек. Что там? FUN от args, FOR и INRANGE от n, да? Ну, вот такая вот. И здесь, соответственно, return, этот самый n, uv. Если бы n было глобальной переменной, можно было бы делать вот так, да? Значит, допустим, n равняется 5, и красиво. И дек, н, от, дев, f от x, return, x умножить на 2, да, вот у нас, значит, тогда f от 8. Проблема в том, что n это мы хотим передавать декоратору, то есть мы хотим написать что-то вроде, скажем, восьми, да, а дальше... Как это обеспечить? Абсолютно тупой, не являющийся никакой хитростью соображение тупое абсолютно. Что вот здесь написано? Здесь написан вызов какой-то функции с параметром 8. Окей, давайте вызовем эту функцию с параметром 8. Она нам вернет объект, и этот объект и будет декоратором, к которому будет применяться эта блямбочка. То есть вот параметраический декоратор, то есть конструктор декораторов, давайте его напишем. Вот здесь где-то это было сделано. Значит, вот эту штуку надо вернуть. Вернуть. А на самом деле, да, вот, а на самом деле вот так, дев, repeat, вот, n. Return, дек, n. Вот. Как я и обещал, а конструктор декораторов, ничего, еще раз, да, вот, это кажется каким-то нагромождением, но в действительности это читается очень просто. Мы пишем, repeat, ну скажем, 5, def f от x, return x плюс 1. Да? Что происходит? Сначала вызывается вот этот repeat от 5, вот эта внешняя функция. Она что-то возвращает, декоратор она возвращает. Дальше этот декоратор применяется к функции f. Все. Вот и вся премудрость. Собака, это метод функции? Собака, это такой символ. Я думаю, что никакого, потому что это синтаксическая конструкция, приводящая к вот таким вот примерно вытводкам. Так что нет, это не метод объекта. Хотя можно почитать, нет, я думаю, что нет, я думаю, что в качестве одноместного оператора она не является, не является методом, потому что это именно что такое раскрытие, да, нечто вроде макроса. Только это не совсем макрос, потому что пространство имен, в котором оно раскрывается, да, от нас скрыто, и слава богу, потому что вот этого f не существует иначе, как в декорированном виде. Вот. Ну вот да, значит, человек с вызывающим ником, пиво течет мавней, я един с пивом, чуть-чуть пропустил мои рассуждения в начале и тоже вспомнил, что декораторы часто используются в веб-движках. Да-да-да, используются. Вот, параметрический декоратор, оказывается, в общем, не такая сложная, а главное, не такая уж и ненужная вещь. Вот. Значит, потому что, как видите, бывает нужно передать что-нибудь туда, чтобы этим, с помощью этого произошла декорация. Вот. А выглядит вот он слегка, слегка матрешечный, это правда. Значит, поскольку декоратор это штука, которая работает с коллабл, да, с некоторой функцией, коллаблами у нас являются также классы и методы классов. Поэтому задекорировать можно и методы классов, разумеется, а почему нет? Метод класса это такая же функция, особенно в самом классе, когда вы ее описываете в классе, она функция вообще в точности, мы об этом уже, мы это уже видели. Да? Вот. Класс может быть декоратором. Почему нет? Он же коллабл, мы его вызываем, и все хорошо. Единственное, что у нашего класса экземпляр тоже должен быть коллабл, потому что он же функцию возвращает, да, там кто-то должен точку колл от этого экземпляра класса вызывать. Поэтому в качестве декоратора можно, можно написать класс. Вот, вот пример. Давайте попробуем его руками воспроизвести, потому что, потому что так интереснее. Е, вот, да, значит, значит, что, это будет декоратор под названием таймер, который будет замерять время работы нашей функции. Вот мы его декорируем с помощью этого таймера. Значит, что у него, у него, значит, есть init, это то, что ему в скобочке передается, когда мы вызываем слово таймер, да, вот, 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 вот здесь, когда мы говорим, блямба декоратор, ему передается один параметр, наша функция, так что в init должна быть функция, вот, ну, естественно, мы ее просто тупо запоминаем. Вот, и колл, потому что мы же потом вызываем вот это, которое возвращаем, да, мы вызываем экземпляр этого класса, значит, должен быть колл. Вот, и тут, видимо, должны быть какие-то параметры, сейчас давайте посмотрим. Ну, тут, видите, я тупо, тупо написал вот так, давайте мы тоже так напишем, значит. Ну, там еще есть, давайте это тоже напишем, потому что это правильно. Позиционные, эти самые, именные параметры же, именные параметры. Кврагз, кврагз это неправильно. Вот, ну, просто универсальный, да, вот, вы, вы вот в такой конструкции должны сразу узнавать функцию универсальную, которую можно передать любое количество любых параметров, в том числе именно. Вот, значит, да, и что мы делаем? Мы там где-то тайм должны были проимпортировать где-нибудь вот тут хотя бы. Можно же и так сделать, да? Значит, a равняется self.time. А вот тогда получается, что это будет? Нет, оно же в кэше лежит. Если мы, мы когда будем говорить про модули, в питоне это был вопрос, каждый раз будет импорт вызываться. Импорт, кусочек будет, ну, дергаться каждый раз, когда мы вызываем этот тайм. Но он только в первый раз превратится в большую процедуру импорта, потому что все, что питон импортировал, он держит в кэше. И следующий импорт будет очень дешевый. Он заглянет в кэш, увидит, что этот модуль, это имя есть, и успокоится. Вот, self, что там, тайм. Давайте посмотрим в шпаргалку. А, ну просто тайм. Да, просто тайм. Человек, мне советует еще, вот человек, который про пиво советует еще всякое, но я про это еще расскажу, просто сейчас не время. Ну вот, вызовем функцию, fun от звездочка, args, quarks, да, дальше, значит, b у нас, да, такой вот, b равняется, то же самое. Вот, и что там он просто выводит, наверное, просто выводит, просто выводит. Хорошо. Как-то так, да? Ну, давайте не мучиться. Вот, и вот мы можем что сделать, только давайте какую-нибудь длинную функцию, какая она тут, вот, pilot от delay. Длинную функцию, чтобы она долго работала. Ну, вот тут сортировка используется, да. А, еще происпользуется, тут квадратичная сортировка. Давайте вот эту вот функцию, значит, смотрите, я не буду ею скопипащу, потому что она такая примерная. Значит, в чем идея? Эта функция работает довольно долго, да, значит, эта функция строит последовательность рейнджей из n штук, потом их все суммируют, а потом еще, вернее, потом, значит, каждый этот рейндж суммирует, а результат сортирует. Она достаточно длинная. Вот. Давайте посмотрим, как долго она работала. Ну, скажем, тысяча. Только она сейчас нам выдаст сортированный массив, поэтому давайте минус 1, последний элемент. Что? Что я, скажем, сделал не так? Что? Да, хорошо, хорошо, вы правы. Так, вот здесь, да, здесь селф. Да, 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 и у меня из namespace вызвался тот фан, который я когда-то... Моя любимое название функции... Понятно. Вот так. Ну, дубль 2. Неудобно. Опять. Ну, хотя бы вызвался. Unsubscriptable. Навер... Непонятно. Кто unsubscriptable? Кто-то из них что-то не ретернает. А, ретерн рез я тут не написал. Я тупенький. Смотрите. Я плохую сделал обертку. Да, да, спасибо, Игорь. Вот тут уже Игорь подсказывает. Кто-то вообще-то, вот кто вообще так пишет декораторы. Вот, вот теперь все должно будет заработать. Ну, в общем, вы меня уже и так поняли. Да, вот. Надо переопределить. Да, 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 надо переопределить. Надо переопределить. Ну, вот. Это количество, кажется, микросекунд, в течение которых оно работало. Вот. То есть, смотрите. Класс может являться декоратором, потому что класс у нас callable. Поскольку декоратор возвращает callable, экземпляр класса должен быть callable, значит, должен быть метод call. И метод call – это и есть вот эта функция, которую мы описываем. В каком-то смысле, вот такой способ реализации декоратора даже более логичный. Здесь нет вот этих вот определить функцию внутри функции и ввернуть функцию. Это все за нас делает механизм инстанциализации класса. Так что вот так оно выглядит даже как-то более фэншуйно, что ли. Не знаю, как. По сути, совершенно одна и та же, потому что метод вызова-то такой же. Вот. Так, 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 так. А еще можно написать декоратор класса, потому что механизм декоратора вообще ему начхать, что вы туда, какое именно определение вы туда подкладываете. Ну, это не совсем так, не совсем начхать. Но на класс тоже можно наложить декоратор. В этом случае, если мы на класс накладываем декоратор, у нас даже чуть больше, чуть больше свободы. Мы можем расхачить сам класс. Ну, то есть, мы бы нам придали класс, мы туда взяли и носовали каких-то полей. А можем, честно, сгенерировать новый. Вот. Давайте сделаем и то, и другое. Значит, давайте мы сделаем такой декоратор. Декоратор, да, или у нас здесь не декоратор? Нет, у нас здесь просто функция. Значит, эти, сорян. Который просто обмазывает столху скобочками. Да. Сейчас, секунду. Призвольный класс и переопределяет его стыр. И больше ничего не делает, только стыр переопределяет. Вот. Да, значит, селф.стр равняется целая с точкой стыр. Запоминаем старый стыр. Хватает. Вот. Хватает, хватает. Значит, запоминаем старый стыр, да, и делаем новый стыр. Только сейчас. Это я правильно делаю? Это в ините надо делать. А, какой инит? Это же функция. И только не селф тогда, а целая с стыр. Мы туда же должны его. Никого селфа-то нету, да. Это же мы, это я путаюсь. Итак, мы заводим новое поле, в котором будем хранить старую функцию стыр в этом классе. А в новой функции стыр, сейчас так. Селэс. Стыр, новую функцию стыр. Перебиваем, ну, скажем. Да, в скобочках. Эс. Сейчас, давай-давай-давай-давай. Эс. Во. Да? Только не с, естественно, но... А стыр, да, от с. Как-то вот так. Есть у меня такое подозрение. Нет, это лямб, да. Это функция, которая работает. Ну, давайте подглянем шпаргалку, в конце концов. Нет, нет, нет. Еще раз. Вот это стыр, это должна быть функция. Вот эта функция. Эта функция от одного параметра, которая должна нам возвращать строковое представление нашего S. Вот это строковое представление нашего S. Да? Вот. Это лямб, да, да? Вот вся, вот весь этот объект, это целая точка стыр. Давайте попробуем, наконец, что-нибудь, что у нас там в поргалке-то написано. Класс B от int, да? Пас. Ну-ка. Ну, это было слово painter, естественно, мое любимое. Опять что-то не сработало. Что ж я так туплю? Я сегодня немножко, немножко не в себе. Это правда. По совершенно удивительным причинам, но я сегодня немножко не в себе. Когда мы декорируем класс, вот, то мы можем просто его заманки патчить, так как это, вот, наконец-то. Да. Так как мы это написали. Значит, видите, да, вся та же история с декоратором. Декоратор – это штука, которая получает коллабл, выдает коллабл и модифицирует, ну, как бы, и конструирует на основе получаемого выдаваемого. В данном случае мы ничего не конструировали, мы взяли, перехакали уже имеющийся класс, перехакали в нем метод st. Тоже самое, абсолютно, значит, то же самое приключение могло с нами случиться, если мы просто определим новый класс на базе старого. Вот. Абсолютно то же самое. Давайте попробуем. Вот у нас есть старый класс, вот у нас есть новый класс. Да, на базе старого. Вот у нас приопределен в нем str. Причем уже совсем классическим способом. Только мы хотим еще скобочки туда добавить. Скобочки, да? И кажется, все. Ну, та же самая история. Вы даже могли мне не поверить, что это произошло, но это произошло, давайте я докажу это, что... Что это было? Вот, давайте мы скобочки здесь применяем, чтобы вы мне действительно поверили. А то мало ли что. Это правда оно. Единственное, что у нас вообще-то такой тип объекта при этом будет... И этот вот, видите, он такой немножко становится внутри переопределенный. Да? Потому что мы здесь взяли, поопределили новый класс, и его новый класс вернули. Вон он какой. Но он не очень, ничем особо не плох, он является потомком нашего класса CLS, в этом смысле ничего страшного нет. Такие дела. И это значит, что касаемо декораторов. Как видите, довольно, довольно забавная штука. В модуле, который называется FuncTools, предназначен он для, как нетрудно догадаться, функционального программирования, вот, значит, есть такой декоратор, который называется Total Ordering. Это очень удобная штука, если вы ленивый. Вы определяете в вашем классе метод BlaBlaEQ для определения равных элементов. И любой из методов больше-меньше, больше-равно, меньше-равно. Два метода. Обмазываете его Total Ordering и получаете все сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Вот. Ну, тут даже вот немножко вот пример, да? Равно и меньше-чем. Все. Если вы задали в вашем классе равно и меньше-чем, обмазываете его Total Ordering, после чего в вашем классе оказываются все шесть операций. Равно, не равно, больше, меньше, меньше. Ну, короче, все. Вот. Удобная вещь. Правда, говорят, она чуть-чуть медленнее работает. Чуть-чуть медленнее работает, чем если вы их руками зададите. Ну, понятно почему. Потому что она вызывает суперпозицию вот этих сравнений. Естественно. Ну, меньше-либо равно, это меньше-либо равно. Сначала равно, потом меньше. Ну, понятно. Ну, вот. Такие вот дела. Это касаемо того, как используются декораторы. В языке они тоже используются довольно часто. Мы это еще увидим в конце лекции. Вот. Это к вопросу о... Так, тут Станислав спрашивает, есть ли возможность динамическое декорирование? Да, это правда. При смене состояния нужен другой или вообще раздекорировать. Мне кажется, что нету, потому что вы всегда можете воспользоваться, воспользоваться вот этим. Декоратор нужен только тогда, когда у вас нет необходимости, нет ситуации, когда вы опасаетесь, что вот эту функцию fun в ее первозданном виде кто-то сумеет использовать или где-то она засветится. Да, и еще он нужен для именно что, описания, что вы на заданную функцию накладываете дополнительные свойства. Да, вот свойства таймерства на функцию payload. Я думаю, что определенный способ динамичности можно сделать же как бы самым тупим способом. Смотрите, вот у нас есть декоратор, он называется Bracet. К моменту, когда мы декорируем им вот эту функцию, он называется Bracet. Почему бы вам в этот момент не преобделить функцию, ну как бы... Вы же понимаете, что это же питон, что что там лежит, то оно и декорируется. То есть я думаю, что правильный ответ на вопрос про динамический декоратор стоит в том, что он не всегда динамический. Декоратор это то, что в данный момент лежит в объекте Е. Положили туда другой декоратор, будет другой. Назвали тем же самым Е и тот же самый текст Bracet или там... Бла-бла Е будет означать другое. Я не слишком путанно ответил на вопрос. Понятно, о чем речь. Оно и есть динамическое. Вот оно применяет функцию Е вот к этому описанию. Задним числом передекорировать, конечно же, нельзя уже. А вот раз декорировать, это интересный вопрос. Я думаю, что можно. Можно. Надо только понять, где оно там лежит. Вот. А, ну это расхаканный, да? Вот. То есть, скажем так, раздекорировать, знаете, почему нельзя? Потому что это задача обратной инженерии того алгоритма, который... Алгоритмы декорации. Вот как можно раздекорировать вот эту вот, допустим, ну не знаю, вот эту вот функцию? Ну как? Ну что мы тут будем раздекорировать? Туда вниз, внутрь залезать? Или надо просто вспомнить, какая это функция была? А где мы ее вспомним? Мы же не знаем, как она там называлась. В общем, понятие раздекорации, оно такое достаточно мутное. Поэтому, наверное, раздекорировать нельзя. Только если знать, где оно хранится, да. Если вы в своем декораторе заранее знаете, где вы храните исходный объект, конечно же, вы можете оттуда достать почему-нибудь. А она там сохранилась. Вот она. А, ну да. Мы просто должны знать, как она называется. Вот и все. Все так, да, совершенно спределенно. Вот. Вот. Такие вот дела с декораторами. И теперь мы внезапно переходим к еще одному шаблону программы. Я правильно понимаю, что не существует способа для декоратора определить, что он декорирует? Представим себе декоратор следующий. Он работает. Ну, вы поняли. Да, значит, вопрос был такой, если его плохо было слышно. Можно ли мы, можно, нет ли механизма по декоратору понять, что он задекорировал? Разумеется, нет. Что там, ноун маленький вернул? Ну, короче, вы меня поняли. Мы сами изготавливаем новую функцию. Соответственно, как мы ее изготавливаем, никто не знает. И вот, допустим, этот абсолютно неправильный декоратор делает из двухместной функции, возвращающей сумму, нульместной функции, возвращающей ноун. А про функцию он забывает напрочь. Так что нет, нет. Такого механизма нету, не предусмотрено. И его нету. Дескрипторы. Это такое название. То есть, это декоратор, в смысле, алгоритм копировали? Это церковь или нет? Что, декоратор? Ну, нет. Это алгоритм последовательного наложения свойств. Просто одной из свойств может быть полная подмена одним объектом другого. Дескрипторы. Дескрипторы – это такое название, не очень правильное. Сильно подозреваю, что это тоже какой-то шаблон программирования. Значит, если говорить о известных мне шаблонах, то это реализация механизма гетеросеттера. В чем идея? Допустим, у нас есть стандартный механизм доступа к полю объекта по точке. Такая классическая инкапсуляция. Все хорошо, но нас не удовлетворяет вот эта питоновская вольница, когда мы говорим, что в любой объект можно положить любое, с любым именем любое поле, а потом его переделать в любое другое и даже удалить это поле, и тогда его там не пустят. Мы хотим, на самом деле, вот эти операции, присваивание полю какого-то значения, получение значения поля и удаление поля, хотим сами обрабатывать. Мы помним, что это можно делать с помощью гетеросетатора, а также дилатора. Мы можем переопределить метод гетеросеттера у, или даже метод гетатрибьют у класса, и в этом классе, значит, как-то манипулировать, самим вызывать программно процедуру получения значения и установки значения. Но есть целая дисциплина, целый шаблон программирования под названием гетеросеттер, который по-другому работает, и он есть в питоне тоже. Значит, дисциплина доступа к скрытому объекту, то есть объект хранится где-то в одном месте, а под именем известным разрешенным пользователю процедуры, под видом процедуры разрешенных пользователей, выдаются другие объекты, а именно функции, как установить значение объекта или взять его значение. Это исторически так было. В питоне все несколько проще. В питоне устроено так. Если у того объекта, который лежит в вашем поле, есть метод гет, если у того объекта, который лежит в вашем поле, есть метод гет, то все, это специальный объект, он называется дескриптором. И все с ним работает совершенно по-другому. Ну, давайте, наверное, прям покажу, потому что, мне кажется, у людей уже началось какое-то отслоение реальности. Смотрите, давайте мы... Приватных полей. Нет никаких приватных полей. Значит, давайте мы такой объект создадим с методом гет. Давайте мы создадим объект с методом гет. Давайте мы теперь сделаем класс с, у которого будет метод... Ну, даже не так, вот так вот, init, self, self.val равняется dsc. Создадим ему поле. Да? Че? Не здесь. Да? Вот тут. Вот здесь. А это все не нужно. Ща, ща, ща. Давайте сначала убедимся, что так работает, а то я, видите, немножко... Да... Немножко... Вот, да? Да шо ж ты будешь делать? Что я делал неправильно? А-а-а! Все, я еще раз тупой. Значит, где там dsc, self. Там второй параметр, это же имя класса. Сам объект. Да, 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 извините. Все, сейчас все будет. Ну так вот, смотрите. Вот. Да? Да что ты будешь делать? У гето? Да. Я так обычно... Надо было все-таки в правильном порядке рассказывать. Ну ладно. Не имя класса, а прям сам класс. Вот теперь будет работать. Я уверен в этом совершенно. Потому что это уже полностью соответствует... Вот. Значит, в чем идея? Если вот это поле вал... Кстати, наверное, и тогда твое работало. Это я ступил. Ну, неважно. Значит, если вот это поле вал... Содержит хотя бы метод get... Оно считается дескриптором. Ее функциональная роль дескриптор. И способ доступа к имени вал оказывается не таким. Он дергает этот getter. То есть мы говорим сходить к полю под названием вал, а он видит, что у этого вала есть метод get, и на самом деле дергает вал.get, передавая ему, значит, сам вот этот объект, DSC, ну, вот этот вот, вот этот объект, да? Вот этот объект. Объект, внутри которого он лежит, еще и класс. Давайте мы засветим это. Print self-obj.cls. Да? Давайте засветим, что именно туда приезжает. Итак, у нас, значит, класс C. Смотрите. Да? Вот этот объект вал типа DSC, он является дескриптором. Вот этот объект C и вот этот класс C. Теперь давайте скажем C.val. О! Итак, первым параметром ему приехал что? Вот это. То есть первым параметром ему приехал вот этот объект. Да? Вторым параметром ему приехал object C. Третьим параметром ему приехал какого типа этот объект. Во! Абсолютно универсальный инструмент для того, чтобы на базе его реализовать механизм произвольного доступа к полям. Потому что теперь мы не можем, мы вычисляем сами значения этого вау, а не храним его где-то. Точно так же мы можем написать метод get и метод delete, после чего у нас вообще какая бы то ни была, какой бы то ни была, какая бы то ни была работа с полем по имени, ну в данном случае, вот в этом примере data у нас val, будет программно определяться вот этим етерм и сеттерм. Давайте это что ли напишем, чтобы было, да, значит, полностью определим вот эту штуку. Ну, это у нас get, и тогда у нас return, ну давайте set еще определим, devset, set, только вот такой, это сеттер. Self, self, что там у нас, общ, а CLS не нужен в сеттере почему-то, почему-то не нужен. А, ну только вал нужен, а вот, да, валю. Вот, значит, давайте мы, тут важное место, не спать. Важное место. Мы сейчас хотим определить настоящее поле, которое бы не 100500 возвращало, а хранило какое-то значение. И это значение где хранить? Вот нет, его бы хорошо хранить в самом вот этом объекте общ, оно имманентно именно ему. Поэтому мы сделаем так. Self.obj, именно, не self.obj, а просто obj, obj, точка value, равняется value, причем с подчеркиванием, чтобы оно было внутренним. Да? Можно даже с двумя подчеркиваем. Вот. И давайте здесь напишем что-нибудь типа print, ну, не знаю, там, set, set, option, да? Обj. Вот. Здесь тоже давайте тогда self этот уберем к чертям, а напишем что-то f, что там, get, get, obj, type, cls. Вот. Return, что obj, точка, value. То есть, тот поле, в котором мы хотим этот бейджер, мы его хардкодим? Мы его хардкодим, причем хардкодим в тот объект, который мы обмазываем декоратором. На самом деле, не обязательно. Вы можете предусмотреть, например, один здоровенный словарь, в котором бы ключами являлись идентификаторы объектов, и в этом словаре хранить эти поля один большой на весь, на все. На весь, на все. Ну да, но он будет захаркоден-то в классе DSC. Он не будет виден в объекте. Естественно. Просто это один из вариантов. Ну и дев делит. Слушайте, это хороший вопрос. Я бы его хотел тоже задать. Да, да, да. Я тоже хотел бы его задать. Я сейчас попробую сделать предположение, но давайте мы сначала посмотрим на модель. Я попробую сделать предположение. Вот. Делит. Че там? Делит он называется. Вац. Да. Принт. F. Дел. Обж. Ну, from, естественно. И ничего не будем делать. Или, допустим, общ. Value. Равняется, но. Да. Value. Во. Вот мы полностью весь протокол дескриптора задали. Я надеюсь, безошибочно. Сейчас посмотрим. Можно, да, можно было в делите написать dell.obj.value, тогда бы он работал по-другому. Ну, в общем, тут особо-то, особо-то и не страшно. Ну вот. Мы, значит, должны определить поле класса, да, обязательно дата равняется dsc. Вот. Ну, можем и нит еще проставить. Сейчас, дев. В смысле? А вэль, пускай, будет, он сам, пускай, заведет его в объекте. Мы не обязаны его, не обязаны за ним следить. Ну, не важно, что. Пускай будет no. Self.data равняется dev. Только не dev, а default. Вот как как-то. Вот. Ну, давайте попробуем. Итак. Сначала мы создаем объект. О! Обратите внимание, что вот здесь мы уже обращаемся к полю дата, который является дескриптором, и у нас дергается кто? сеттер. Сеттеру проезжает наш объект, вот этот, c, и поле, в смысле, значение поля, которое мы должны туда засандалить. Давайте теперь посмотрим в обратную сторону. Отлично. У нас, поскольку поле является дескриптором, у него есть геттер, дергается геттер, геттеру приезжает селф, вот этот самый объект, дескриптор, типа, и тип, класс. Вот геттер. Ну и там дел, c.data. Пожалуйста. Вот. Вот такие пироги. Значит, что здесь интересного? А вот это вот, вот это почему? Нет, почему класс c, двоеточие, дата и т.е. цепь? Вот почему это не внутри и это делается? Потому что должно быть поле класса, дескриптор это поле класса. Все просто. Да, да. Вот. Значит, dir c, это тоже интересный момент. Dir c, там есть слово data? Вот. Что? E-value. Ну, value понятно. А вот c.dict, там нету слова data. Потому что оно не хранится в дикте, разумеется. Это поле класса, обрабатывающееся там, да, вот value действительно самое обычное поле, да. помните, кто-то задал вопрос, чем отличается dict от dir? Вот этим и отличается, dir, он, dict, это один из способов организации пространства имен, а dir, он уходит по всем возможным способам, вот он слово data нашел там. У вас. Да, задаем, но мы же вызываем при этом setter, мы ничего, не мы не можем, теперь мы не можем задать поле объекта. То есть у нас все, тогда понятно. Вот. Да, мы же не можем теперь задать поле объекта, потому что у нас уже есть поле класса, которое является дескриптором, и мы дернули setter. Вот. Да, да, да. Значит, отвечаю предположительно на вопрос, зачем нам вот это поле CLS в геттере. Дело в том, что, если ваш дескриптор не определяет setter и deleter, а только геттер, это так называемый non-data дескриптор. Например, дескриптор, который будет возвращать функцию, ну, метод какой-то. Так тоже можно, почему нет, почему бы вашему полю не быть коллабу. non-data дескриптор это такая штука, которую можно, например, вообще держать одну функцию, не надо ее плодить, на все экземпляры класса, на всех потомков, вообще на всех, и тогда было бы интересно знать, о какого типа у вас был объект. Вот, другое дело, что, сейчас, попробуем. А, тут нету, нету value. Короче говоря, есть какой-то, какой-то вариант вызов этого геттера, когда вот в этот общ приезжает просто known, потому что он от класса. Вот. И тогда вы не сможете даже узнать, какого типа вам нужно, какого типа вам нужно преобразование. Вот. Поэтому третий параметр это класс. Но это предположение, я не знаю, насколько это надо читать документацию. Вот. Там я не помню. Это надо даже не документацию читать, а соответствующий древний пеп, когда эту штуку придумали, и какая там рационализация, наличие вот этого. Надо сказать, что, если мы сейчас удалим, удалим или перебьем, перебьем наше поле класса, ой, уберем оттуда дескриптор, оно перестанет быть дескриптором. Тогда все. Тогда, смотрите, упс, все, все, все пропало. Теперь это обычное поле. Вот. Никаких, никаких диагностик, ничего, самое обычное поле. Это поле класса. Ну, короче, вы меня поняли. Такие дела. Дескрипторы. Для того, чтобы я понимаю, что у всех уже это самое глазки в кучку, и всем тяжело, сейчас будет еще тяжелее, вот, потому что есть еще один способ, о, правда, довольно простой, один способ работать без дикта вообще, потому что дикт, особенно дикт в экземпляре класса нужен только, если ваша объектная модель очень динамическая, в которую вы хотите добавлять поля прямо по ходу, менять их прямо по ходу и так далее. В принципе, есть довольно много объектных конструкций, объектных шаблонов, в которых вы сначала задаете список полей вашего класса и больше никогда этот список полей не меняете. И тогда вся вот эта модель связана с тем, что у каждого объекта дикт, вот этот дикт модифицируемый, его можно сколько хочешь менять и все остальное становится, в общем, очень сильно избыточной, слишком медленной. почему бы нам не придумать класс, у которого будет список разрешенных полей, который сам бы где-то хранил значение этих полей для каждого из объектов, для каждого из зепляров своего класса и там с помощью какого-то того же дескриптора выводил. Быстро. Вот. И вот это и есть слоты, которые организованы таким очень простым образом. Если в вашем классе есть поле слотс, то все, никакой дикт в нем не работает. Вот. То есть выглядит это буквально следующим образом. Сло. Да, где говорит сло. Да? Слотс. Бла-бла, слотс, бла-бла. Все. И этим самым вы переключаете управление в вашем пространстве имен вашего класса со словарей на слоты. Мне кажется, так тоже зайдет. Сейчас увидим. Это тюпли есть. Тюпли не обязан быть в кобочках. Давайте еще какое-нибудь поле Ридонли. Так. О, про метод программирования. Там Станислав что-то вещает. Но метод программирования у нас будет через одну пару еще. Смотрите, какая штука. Это очень хороший объект, у которого сейчас ничего нету. Никаких полей у него нету. Никаких. Ну, мы в него можем положить, например, сло.вер равняется сто пятьсот. Это мы можем. А вот что-нибудь другое... Ой, что я сделал не так? Вы в класс. А, это я в класс делаю. Правильно, спасибо. Действительно, это я тупенький. Вот. С равняется сло. Да? Да. Значит, еще раз. Итак, s вер отсутствует, вер вер отсутствует, все нормально. s.ver можно сделать. Нельзя. Почему? Воскреб и рти. А, спасибо, дорогой. Отлично, отлично. Кстати, давайте проверим, он есть? Нет, его нету. Но его можно сделать. Вот только его и можно. Еще рти можно сделать. А больше ничего нельзя. Нет. Только эти. Нет, есть еще редонли. Он тоже есть. Но только он редонли. Вот. Что? Потому что я их так задал. Вот их три. Вот два поля, которые редврайт, и поле, которое не является слотом, а как бы является оно редонли. Сейчас, давайте посмотрим, что там с диктом. где-то у него дикт. Это не важно, у меня тап не стоит. А, нет, есть. О! Это у класса. Это у класса, да. У класса они все есть, но обратите внимание, какого они типа. Вот. мембер. Это вообще типа мембер. И это типа мембер. Видите, да? А мы без слотов мембер можем создать. Что? Без слотов можно создать? Можно, но это какое-то извращение. Вот. Я не умею так делать. Вот. Я думаю, можно, конечно. Да, только надо посмотреть, что это за тип, вот, его выковырить, а потом как-то его применить. Я думаю, что можно. Вы меня заинтриговали. Сло. Квей, минуточку, минуточку. Все, мне интересно. Мне стало интересно. Ой, узнаете, брата Васю? Это как дескриптор какой-то. Вот у него getter, вот у него setter, вот у него deleter. То есть, мембер, это такой какой-то предефайн, заранее написанный дескриптор. Вот. Да? То есть, получается, что? Что, в общем-то, эти самые слоты, это просто такая дешевая модель, именно такая, одна из самых употребительных моделей использования дескрипторов, когда нам вообще ничего не нужно делать. Мы только указываем имена объектов, типа дескриптор, и все. Вот. И тем самым, что поскольку у нас нету вообще дикт у нашего, то есть, нет, дикт-то есть, но есть там слоты, вот, тем самым мы делаем все остальные поля просто редонули сразу, вот и все. Вот. Они теперь редонули, именно потому, что у нас есть слоты. Такой вот механизм. Вот. Это просто поля класса, ну, как полагается, мы помним обычную модель. И объект. Да. Это поля класса, которые нельзя сделать полем объекта. Понимаете. Вот. Потому что они, как бы, вот в модели со слотами теперь так устроены. Мое предположение, которое я до конца еще не проверил, но поскольку на это будет домашка, то я, скорее всего, должен проверить. Вот. Состоит в том, что так гораздо быстрее у нас, у каждого экземпляра класса, вообще пустой. Давайте посмотрим это. Там нету дикта вообще. Да. Поэтому, когда мы обращаемся к полям нашего экземпляра, мы сразу ходим к классу, и там все быстро-быстро-быстро работает. Вот это быстро-быстро, скорее всего, и является нашей целью, когда мы пользуемся слотами. Такие дела. Давайте проверим. Что спрашивать у меня? Давайте спросим у питона. Нет. Работать оно должно. Кто мешает? А, нельзя. Знаете почему? Потому что нету такого поля в слотах. Я, конечно, могу, наверное, сильно извратиться. Сильно извратиться. Вот. Ну, я почти уверен, что он не будет работать как дикт. Увидел дикт, сработал. Отлично. Ну, то есть, понятно, да, как бы. Нет, да я их не сломал. Почему? Почему это я их сломал? Кто сказал, что их сломал? Думаете, я их сломал? Ну, только потому что... Я их сломал. Ну, да, дикт есть, значит, можно в него писать. Хи-хи-хи-хи. Ну, сломал, сломал. А если вот, получается... Сейчас, сейчас, погодите, тогда, извините, а... Совсем сломал. А если забрать класс и... Так. Опробуйте сами, пожалуйста. Ладно, не сейчас. У нас времени осталось 5 минут, а у нас еще одна тема важная. Даже не одна. Вот. Но она простая. Короче, вот. Такая вот штука. Значит, то, про что нам советовал человек с пивом. В... Даже в стандартной библиотеке питона, даже в этом самом, в пространстве имен билтынс есть два декоратора, нужные для... Для... Сокращение спросит меня не совращать, потому что мне нравится. Мне кажется, что можно, можно совращать. Я тем более, что я, видите, окстился. В конце концов, ну, задержу людей на 5 минут. Да. Значит, в билтынсах, в билтынсах, даже в билтынсах есть два стандартных метода, которые используются в классовой модели. Один называется класс-метод, другой статик-метод. Поскольку у нас мало времени, давайте мы просто скопипастим этот код и посмотрим, чем все это отличается. Хотя все это до безумия просто. Единственное, что стоит помнить с датакам C++, что то, что называется класс-метод и статик-метод в питоне, это не то же самое, как что этим словами называется в C там или в Java. Это гораздо все проще и тупее. Вот. Значит, смотрите. Ну, для начала. Вот у нас в C есть фун, цифун и сфун. Да? Это я имею в виду класс. Как мы с вами знаем, все... Не все. Как мы с вами знаем, если мы кладем в класс, кладем просто метод, он для класса является функцией. Точно так же статик-метод для класса является функцией. А вот класс-метод внезапно для класса является уже забаунденным методом. То есть вот этот декоратор производит какое-то подкапотное преобразование и в результате у нас для самого... Ну, то есть он лазит в мета-класс и туда прописывает эту функцию. В результате в самом классе у нас метод является методом для класса. Что это означает? Это означает, что если мы вызовем фун, напоминаю, из класса, да, это мы из класса его вызываем, мы получим, естественно, просто фун. Если мы вызовем в нем класс-метод, то сюда приедет в качестве первого параметра, как полагается в методе, экземпляр. Ну, короче, вот этот объект, чей это метод? В данном случае это метод класса. Сюда приезжает класс. С точки зрения обычного питаниста класс-метод это такая штука, у которой вместо self приезжает класс. Вот и все. Да, с точки зрения нас, смотрящих на это, это перебинденный. Ну, короче, это операция с мета-классами, видимо, придется к этому вернуться через две лекции, через одну. А вот static-метод это еще тупее. Ой, о чем разница? А, не здесь. Разница не здесь. Да. Теперь давайте создадим объект класса и сделаем то же самое из него. Во-первых, посмотрим, кто они для него. Это, разумеется, метод. Это как был методом для класса, так и остался методом для класса. Ничего с ним не произошло. А это как было функцией, так и осталось. Static-метод это штука, глядя на которую через призму экземпляра класса, мы все еще видим обычную функцию. Так же, как это было. Вот видите разницу, да? Вот она, одна и та же. Поэтому, что там за машинерия, что там за малипуняция, значит, с пространством имен можно почитать, потому что они чуть ли не на питоне написаны, эти декораторы. Вот. А как это работает? Конечно, очевидно. Значит, вот у нас фун превращается в метод, то есть ему первым параметром приезжает экземпляр класса. Сфун остается методом класса, ему первым параметром приезжает сам класс, а Сфун остается функцией, и у него всего те же самые параметры, он просто функцией. Вот. Удобно, если, например, вы хотите, ну, вы чувствуете, что наличие селфа в методе абсолютно лишнее, что он и так хорошо работает. Вот. Еще одна фишка, займу вас чуть-чуть времени, измените, еще одна очень важная фишка, которой очень удобно пользоваться в питоне, это обертка вокруг дескриптора, которая решает сразу несколько проблем с шумом семантическим, да. Мы с вами посмотрели, как работают дескрипторы, мы знаем, что дескриптор это такой специальный объект, у которого определен геттер, сеттер специального вида, потом этот объект заводится как экземпляр этот самый поле класса, бла-бла-бла. Но, если вы обычный питанист, который, хорошо, необычный, необычный, я считаю, что все-таки, я надеюсь, что все-таки питанист, который не думает, он необычный. Необычный питанист, который не думает, то вы просто пишете вот такой код, где вы используете обертку проперти, да, проперти, проперти, я сказал, она, видите, она табуется, она стандартная, она есть, билтинс, и в этой проперти вы просто пишете сеттер, причем, этот сеттер называете прямо именем вашего поля, ну, допустим, поля, поле, а дальше то же самое там, как хотите, да, например, вот так, давайте подгляжу в шпаргалку, ну, да, это оно, какая разница, это гетер, да, да, это гетер, извините, извините, и тогда это return self-val, да, конечно, гетер, да, должен быть хотя бы гетер, return self-val, да, более того, давайте мы тут еще вставим строку документации, потому что она волшебным образом приедет в help, ватс, туда, в этот x, да, значит, ну ладно, по полю, ну ладно, по полю, вот, давайте мы все-таки сделаем еще и, например, сетер, потому что сетер, знаете, как выглядит, это декоратор, но декоратор уже, Поскольку у нас уже слово поле Поле точка сеттер Вот так он выглядит Поскольку поле у нас к этому моменту определено И оно является Вот этим самым Этим вот Пропертем То бишь этим специального вида Специального вида Дескриптор То у него есть специальный декоратор Внутри него определенный специальный декоратор Сеттер который определяет сеттер Вот обратите внимание Что все должно называться словом поле Вы можете не страдать над этим Да Self Точка вал Так вот мы его назвали Слев Слев это неправильно Как-то так Мне кажется это все Там еще дилитер можно было написать Что там Как он называется Поле Ну короче вы меня поняли Вот При этом Вы можете мне поверить что это Что это Что это действительно Геттер и сеттер Если не можете Давайте Что я сделал не так Что я сделал не так А я что-то не то нажал И все зависло Во Да Поле равняется Сто пятьсот О Вот он Это сеттер А это геттер Вот То есть Вот такое Такое красивое Декорирование Вам автоматически Заводят нужные Дескрипторы Да Вот они Кстати давайте посмотрим Они дескрипторы или что Ну мне кажется что дескрипторы Ну оно Проперти конечно Потому что у него Более хитрая штука Он там отчет унаследован Но фишка и не вот Что? От чего? С поля? С Нет У него есть поле Геттер Сеттер И Про С Про С большое? Поле? Все чисто Все чисто Вся вот эта штука Убрана вот сюда Внутрь Видите Вон они все Ваз Кстати обратите внимание Что у меня есть еще и геттер Можно еще и геттер Переопределить Я пытался Это сделать сегодня утром Но я не понял Зачем он нужен Геттер можно Переопределить То есть вот Написать здесь А потом еще геттер Не знаю Хрен знает Не знаю Не знаю Исследуйте сами Значит у нас Не осталось времени Но поскольку Меня Как тут выразился Выразился Сокращение Совращали Я все-таки расскажу В описательном виде Вот про это все Значит смотрите Если вы хотите Хорошенько вкурить Как работают Как работают Все вот эти методы Посмотрите На исходник На исходник Того что называется Data class Вот Data class Это Адовейшее совершенно Издевательство Над слотами Вот И вообще Над пространствами имен В результате Это получается Что-то вроде Структур В паскале Или вернее Там записи В си Но с большим Количеством Всяких интересных Фишек Вот И с очень Нестандартным поведением То есть мы не ожидаем От класса Что он будет так работать Вот Значит Посмотрите Функтулс Потому что Функтулс Это очень хорошая штука А мы кажется Больше не будем Заглядывать В функциональщину В питоне Она правда Очень интересная И в частности Функтулс Посмотрите В Функтулс Вропс Вропс Это то Чем рекомендуется Пользоваться Вообще всегда Когда вы пишете Декоратор Не ленитесь Написать здесь Вот такое Знаете Что при этом происходит Он Сейчас покажу Видимо придется это показать И на этом закончить лекцию Давайте мы вспомним Про декораторы Декоратор Декоратор От F Дев Ньюф От F От F От F Да Или нет Тут F не нужен Тут ARX ARX Допустим Return STR Что тебе не нравится Где-то я что-то не закручиваю Закрыл Вот Вот И если мы сейчас пишем Что-то типа Дек 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 Декоратор От Дев Фун Вот там не знаю А, запятая Б Тут какая-нибудь Помощь А Плюс Б Помощь Какая-то Да И return А Плюс Б Тороплюсь Вот То У нас получается Что Что Фун Этот Он вот так Выглядит У него Вот такой И Имя Не Фун И Что еще у него не то А Help у него Help не тот Сейчас Давайте еще раз Сейчас мы это удалим Вот Фун Help от фун Help Плохой у него Хил А вот Когда мы делаем Вот так Сейчас Проимпортируем Вообще-то Похоже, что Проимпортировали А Он не сработает Да 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 From Func Tools Tools Import Вроп П С Вроп Да И Сейчас Мы сделаем Такую же Штуку Да Смотрите Ну Для начала Смотрите 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 Она работает Во-первых Эта функция Она завропилась Во-вторых Смотрите Как чистенько Она выглядит У него и Name Фун И Хел Под нее Тоже Сохранился Вот такая Вот Вот такая Вот такая Полезная Штука Всегда Всегда Рекомендуется Использовать Все Я и так Выжрал больше Времени Чем Предполагал И я думаю Что вы уже Все спеклись Если есть вопросы Задавайте Но мне кажется Что все вопросы Вы задали Вовремя Тогда Когда нужно Было Потому Что Он Производит Всякие Действия Над этим Объектом Который Можно Не Производить Он что-то Куда-то Подсовывает Что-то Куда-то Перехакивает Если вы Хотите Скоммуницировать С вашим Пользователем Вашего Задекорированного Функции То да А если вам Это не нужно То зачем Лишние действия Производить Предположим Это миллион Раз в секунду Происходит Ну вот Вот Поэтому Все-таки Питон Боевой язык Не только Не только Учебный Так Что-то еще Хотел сказать И на этом Закончить Собственно Сегодняшняя тематика Сегодняшняя тематика И все В следующий раз У нас День отдыха По-моему Да А ну да Такой себе День отдыха В следующий раз У нас работа С файлами С файлами Тема То есть Тема Не про Немножко Не про язык Про бенопнию Будем разговаривать Вот Значит Все Если больше вопросов Нету То мне кажется Что мы без того Уже много Много Съели эфира Тогда всем спасибо И до новых Встреч Субтитры создавал DimaTorzok